В Кирове осудили криминальных любовников из Подосиновца, которые убили 38-летнюю женщину. Погибшая Елена Замятина пропала 17 сентября прошлого года. Якобы она ушла из дома и не вернулась. После возбуждения уголовного дела оперативники выяснили, что к исчезновению женщины причастен ее сожитель Александр Звездочетов и его любовница. Вечером в день убийства, пока потерпевшая Елена спала, к ее сожителю Александру пришла любовница Екатерина. Женщина была серьезно настроена, чтобы избавиться от соперницы. В процессе разговора она достала из помона такие то ли чулки, то ли колготки, я не понял. И говорит, вот я решил, я смог убрать то ли не соперницу, то ли наши препятствия, вот что-то такое. Пьяный разговор в итоге перерос в реальные действия. Криминальные любовники решили задушить мать двоих детей. На тот момент Александра даже не смутило, что его малолетние мальчики, 7 и 8 лет, останутся без матери. Его беспокоило, как смастерить удавку. Там кочегарки взял, две трубки там такие металлические, ну и сделал какие-то удавочки. Женщину-любовники задушили надеванием, вывезли за пределы подосиновца и скинули в заброшенный колодец. Об исчезновении Елены Замятиной сообщила сестра погибшей. Сожитель Александр все это время пояснял, что сожительница ушла из дома в неизвестном направлении и ему по этому поводу также ничего неизвестно. 22 сентября во время допроса сожителя потерпевшей он дал органам следствие признательные показания, пояснив обстоятельства совершенного ими преступления. В итоге Александру Звездочетову и Екатерине Которкиной вынесли приговор. По данным областной прокуратуры за групповое убийство Звездочетов получил 15 лет строгого режима, Которкина 12 лет общего режима. При вынесении приговора суд учел, что на иждивении у Звездочетова двое детей и у Которкиной также двое детей. Приговор не вступил в законную силу. Михаил Вагин, место происшествия. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...